Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. С праздником нашему славному городу Люберцы! Ура! Какой подарок в день города получили люберцы, узнаем из сюжета моих коллег. Иду, мимо смотрю, стоит машина, зашла, это не надо в поликлинику идти. В городском округе стартовала прививочная кампания. В плане лечения больных, если бывает тяжелые случаи, мы всегда опираемся на Павла Николаевича. Подведены итоги регионального конкурса в сфере здравоохранения. Наша поля соответствует всем европейским стандартам. Как прошел финал открытого летнего кубка по футболу среди мужчин, расскажем в ближайшее время. А теперь подробнее об этих и других новостях. Люберцам исполнилось 397 лет. День городского округа отметили развлекательными, спортивными и патриотическими мероприятиями. О старте празднования расскажет Луиза Игия Зарян. 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Именно поэтому празднование Дня городского округа Люберца начинается здесь, на мемориальном комплексе «Вечный огонь». В память о героях-люберчанах, защищавших Отечество. Здесь открываются памятные плиты, где высечены их имена. 53 героя Советского Союза и два героя России. Эти люди в разные времена проживали в Люберцах. Только 14 из них – коренные жители. Но имя каждого навсегда вошло в историю округа. Первым героем Советского Союза среди люберчан был Тимаков Александр Иванович, который родился 5 сентября, то есть как бы сегодня, 1915 года в поселке Люберцы. Мы сегодня говорим спасибо нашим ветеранам. С нами в строю сегодня 128 ветеранов-фронтовиков. У нас 1239 человек – это труженики тыла. 46 человек – блокадники. У нас большая гвардия от детей войны, которых коснулась война. Родина недаром, говорит, не только с букваря начинается, она начинается с нашей округа, да, с наших людей. А люди у нас всегда были добрые и будут оставаться. Мне кажется, самое главное. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Большой подарок к 397-му дню рождения получили люберцы. В парке Наташинские пруды открылось колесо обозрения. И сегодня здесь у нас появилось колесо обозрения. Я думаю, это станет такой некой изюминкой, такой зоной отдыха для люберчан и гостей. С праздником нашему славному городу Люберцы! Ура! Теплые слова поздравлений, признания в любви родному округу, танцы, песни, игры и подарки. В день рождения Люберец в парке Наташинские пруды. Праздничное настроение. Всех люберчан с праздником и с днём города! Желаю всем здоровья, счастья! Я хотела бы пожелать только процветания нашему городу, побольше зелени, побольше весёлых лиц на улице. Больших торжеств на 397-й день рождения люберцы не получили. Лучшая компенсация жителям – главный подарок на праздник округу. Три, два, один, пус! Ура! Увидите Люберцы с высоты птичьего полёта. Теперь это реальность. Колесо обозрения в Наташинском парке открылось. Первые посетители – счастливчики. Для них 12 минут полёта бесплатно. 42 метра над землёй. Вы только представьте, здесь всё словно на ладони. Далеко не каждый город может похвастаться таким колесом обозрения. Их всего четыре в Подмосковье. В Люберцах самое высокое. Выше только в Измайловском парке. Одновременно на Люберецком колесе обозрения могут кататься 108 человек. По шесть посадочных мест в каждой кабинке, в которых комфортно и летом, и зимой. Всесезонный аттракцион оборудован системой кондиционирования и подогрева. Там очень красиво. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Своими впечатлениями с нами поделились первые пассажиры нового аттракциона. Очень понравилось. Вид хороший. Здесь город, здесь лес. Уютненький там. Было немного страшно. Нам очень понравилось. Спасибо. Супер. Нам очень понравилось. Мы очень долго ждали. Каждые выходные приходили, ждали, пока будет открытие. На высоте, конечно, немножко страшновато. Но мы очень рады. Все увидели, все наши пруды, все красоты, наши города Люберцы. Люберецкий округ приобрел очередную живописную локацию для встреч, свиданий и признаний в любви. Анна Троян, Александр Колганов, Валерий Абсалямов, Петр Пономаренко и Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Люберецкие студенты тоже отметили День городского округа. На торжественном поздравлении от учащихся Гагаринского техникума побывал наш корреспондент Александр Колганов. Люберцам 397 лет. День городского округа празднуют все. Постоянные участники таких торжеств студенты Гагаринского техникума. Ребят, что вы приготовили на этот раз? Песню! Ты с нами, значит, ты один за всем. С моей прекрасной юности в артех. Поздравляю свой любимый город Люберцы с праздником, с годовщиной. Желаю мира, процветания любви и чтобы мы все любили друг друга. Люберцы с праздником! И нас зовешь в вершине покорить. И учишь нас правдиво, честно жить. Мы рады, что мы живем в городском округе Люберцы. Наши студенты, мне кажется, самые замечательные студенты Подмосковья. Всегда стараемся держать планку и прославлять наши Люберцы на уровне Московской области и всей России. Я хотел бы всех вас поздравить с нашим общим днем рождения. Люберцы замечательный, красивый город. Я оцениваю, что они из лучших на просторах Московской области и России. Мы столичный регион. А в этом столичном регионе под названием Люберцы есть лучший техникум России. А возможно, мира. Поздравляю город, желаю, чтобы он расцветал и преобразовывался, становился лучше. Желаю Люберецкому городскому округу становиться с каждым годом все красивее, чище и прекраснее. С днем рождения, люберцы! Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Настоящий подарок для люберецких бабушек и дедушек в День города состоялось торжественное открытие клуба «Активное долголетие». Там созданы все условия для интересного и полезного досуга людей старшего поколения. Подробности в следующем сюжете. Оставайтесь такими же активными, здоровыми, бодрыми и спасибо, что вы сегодня с нами. Я надеюсь, что этот клуб вы сделаете уникальным. Придумайте что-то свое с помощью своего творческого потенциала, с помощью тех наставников, которые здесь будут работать. Этого события представители старшего поколения ждали несколько месяцев. Открытие клуба «Активное долголетие» должно было состояться весной. Но пандемия внесла свои коррективы. Зато в День города у люберецких бабушек и дедушек получился двойной праздник. Это четыре месяца мы сидели как в заключении и не могли дождаться. Дождались, у нас и настроение появилось, у нас энергия появилась. Теперь эту энергию есть куда направить. Вот, к примеру, фитнес-зал. Занятия по танцам, йоге и дыхательной гимнастике под руководством опытных тренеров теперь будут проходить здесь. Сегодня просто замечательная атмосфера сама по себе, потому что это новый комплекс. Великолепное оборудование, спортивное. Мы все были сегодня в ожидании чуда. И вот это чудо произошло. Самое большое помещение – зал для творчества. Здесь, подопечные клуба, будут заниматься рукоделием, рисованием, играть в шахматы и лото, а в кинозале устраивать поэтические вечера и петь в караоке. Расписание занятий сформировано и на первую неделю уже заполнено участниками. В базе активного долголетия состоит уже больше двух тысяч с половиной человек. И в связи с нормами Роспотребнадзора пока мы принимаем минимальное количество, ну, в связи с параметрами. Я думаю, что мы можем принять в неделю до пятиста человек здесь. До конца этого года в Люберецких библиотеках и учреждениях культуры откроется 16 филиалов активного долголетия. А новый клуб работает с понедельника по пятницу с девяти утра до шести вечера. Стать частью большой и дружной команды могут женщины от 55 лет и мужчины старше шестидесяти. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Выставка люберецких художников снаружи и внутри картинной галереи. День рождения Люберец отметили в музейно-выставочном комплексе с культурным акцентом. Нет, это не Арбат, это Звуковая улица. В день города выставка Люберецкий вернисаж развернулась удобно для жителей прямо на улице, у стен картинной галереи. Живопись представлена, натюрморт, и даже непосредственно можете наблюдать, как создается натюрморт, создание картины. На Люберецком вернисаже свои работы представили портретисты, пейзажисты, карикатуристы, а также фотографы и мастера декоративно-прикладного искусства. Когда в окно солнце светит, и ты в окно выглядишь, какой день, сразу же, какой момент. Все работы посетители уличной выставки могли приобрести и лично пообщаться с создателями произведений искусства. Сзади меня, значит, сирень в этом году написана, я ее писал. Я люблю очень пейзажи, цветы, пишу портреты с натуры, признаю только натуру, не пользуюсь ни фотоаппаратом, ни компьютером. Зимой люблю писать, когда напишешь, смотришь на картину, от нее дает холодно. Когда руки замерзают, ты это все передаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляем всех с праздником, желаю всем приятного, так скажем, времяпровождения здесь, в этом краеведческом музее и, так скажем, приятной встречи с историей, с культурой. Празднование Дня округа – отличный повод подарить родному краю памятный и исторически значимый подарок. Картина прохождения армии Кутузова через Люберцы 1812 год теперь будет украшать одну из стен картинной галереи музейно-выставочного комплекса. Ваших аплодисментов! В этот очень хороший день хочу презентовать вот эту картину, историческое полотно, которое отражает факт исторического прохождения армии русской через Люберцы. На полотне Владимир Засыпкин изобразил исторический момент. Документы утверждают, что именно так к Кутузову пришла идея о знаменитом Тарутинском маневре, который впоследствии стал переломным в ходе военной кампании 1812 года. Где у нас награда? Знак отличия за активную гражданскую позицию вручается заведующему Люберецким краеведческим музеем Владимиру Николаевичу Засыпкину. Ваши аплодисменты! На персональную выставку Владимира Засыпкина могут попасть все желающие. Помимо новой работы в картины галереи представлено более ста работ художника. Александр Колганов, Анна Троян, Петр Пономаренко и Валерий Абсалямов. Телеканал ЛРТ. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили главе муниципалитета об итогах проделанной работы. Подробности далее. Во всех городских округах, которые входят в зону обслуживания Люберецкой полиции, в минувшую субботу отпраздновали День города. Личный состав межмуниципального управления работал в усиленном режиме. Торжественные мероприятия прошли без нарушения общественного порядка. За прошедшую неделю межмуниципальное управление Люберецкой обратилось 1700 сообщений от граждан. Поступило 39 возбужденных уголовных дел. Из них 33 раскрыты по горячим следам. Также было 165 ДТП. Из них 6 пострадавшими. Четыре пожара произошло на территории округа на прошлой неделе. Во всех случаях обошлось без жертв. Возгорания повлекли за собой только материальные потери. 1 сентября в 6 часов 30 минут Люберец и Панковский проезд у дома 1, корпуса 4. Загорание автомобиля в результате пожара. Митсубиси и Паджеро обгорел салон автомобиля по всей площади. Пострадавших нет. Считанные дни остаются до старта отопительного сезона. Жилой фонд, социальные объекты и ресурсоснабжающие организации «Люберец» полностью готовы к осенне-зимнему периоду. В округе создан необходимый запас резервного топлива. В первую очередь тепло появится в учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Подготовка объектов к осенне-зимнему периоду на финишной прямой. До полной готовности осталось совсем немного. Одну из котельных в Тамилене, которая прошла профилактический ремонт, проинспектировала глава округа Владимир Ружицкий. 44 дома, школа, полиглиника и три детских сада. Все это обеспечивает теплом Тамиленская котельная на улице Гоголя. Мощности бойлерной хватает на присоединенные объекты с запасом. Холода жителям не страшны. Здесь заменены, по сути, в целом насосы на котельной. Сделана профилактика всех котлов. Поэтому котельная готова. Тем более, данная котельная, на ее установленном мощности 18 мегаватт. Расход всего 14. Я надеюсь, что в зимний период мы пройдем без эксцессов. Желательно без аварий. Хотя мы к зиме, когда готовимся, мы готовим ко всему. Всего в округе 81 котельная. Из них Люберецкая теплосеть обслуживает 68. К отопительному сезону осталось подготовить только одну бойлерную и несколько километров теплотрассы. Другие объекты теплоснабжения готовы полностью. У нас есть центральные тепловые пункты. Собственно говоря, это оборудование, на котором производится подготовка так называемой горячей воды и транспортировка. По прогнозам синоптиков, летнее тепло продержится до середины месяца. На сегодня округ готов к холодам на 99%. А значит, зиму Люберцы встретят в полной готовности. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. От теории к практике в образовательных учреждениях округа проходит месячник безопасности. За противопожарными учениями в 20-й гимназии наблюдали мои коллеги. Задача – покинуть здание школы за 4 минуты. В 20-й гимназии сотрудники МЧС проводят учебно-тренировочную эвакуацию. Теорию действий при пожаре дети изучали на уроках ОБЖ. Взрослые повторяли на специальных инструктажах. Проверка знаний на практике – главная, но не единственная цель учений. Также, еще раз, проверка системы противопожарной защиты объекта образовательного учреждения. Это автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. Руководителям доложите о наличии детей. После успешной эвакуации – построение детей. Все 350 учеников начальных классов прибыли на место сбора вовремя. Программа учений на этом не закончилась. Практическая отработка боевого развертывания пожарных подразделений. Это школьникам понравилось больше всего. Детям наглядно показали оснащение и работу пожарных автоцистерн. И также у нас есть, на самом деле, вот такой вот сигнал, да, который мы используем для движения, на самом деле, к месту вызова. Навыки безопасной эвакуации будут отрабатываться в школах каждый месяц. Помимо таких учений, повторять теорию будут на уроках УБЖ, классных часах и родительских собраниях. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Обновить лес и сохранить планету. В Московской области стартовала традиционная кампания «Наш лес, посади свое дерево». До конца сентября на 37 площадках подмосковного лесного фонда высадят 300 тысяч хвойных. В экологической акции участвует и Люберецкий округ. Сажаем в рядку, шаг посадки полтора метра. Короткий инструктаж обеспечит правильную посадку, рост и выживаемость молодых деревьев. Высадка маленьких сосен – дело хлопотное, но важное. Обновление леса проводят два раза в год – весной и осенью. Нашу природу надо поддерживать, и мы это делаем. Поэтому все, кто сегодня вышел, я говорю спасибо. Надо сажать и молодые деревья, и поддерживать наши лесные угодья, что мы и делаем сегодня. Акция «Наш лес, посади свое дерево» собрала возле деревни Лукьяновка 50 человек. Волонтеры, сотрудники администрации округа и специалисты виноградовского лесничества высадили 16 тысяч саженцев сосны. Мы уже посадили около 30 штук деревьев. Мы каждый год проводим эти акции. «Наш лес, посади свое дерево», «Лес победы». И мы участвуем в посадке зеленых насаждений, восстановлении лесного фонда. Раньше на этом месте был смешанный лес. После его вырубки появится хвойный. Причины, по которым нужно обновлять лесные угодья, могут быть разными. Допустим, поеденный караедом. Либо бывает после пожаров. Вот пожар прошел, деревья погибли. Мы их вырубаем, на этом месте сажаем новые. То есть деревья болеть чем-то могут. Разные бывают причины. Акция проходит и на придомовых территориях. Люберчане могут получить саженцы и весь необходимый инвентарь у представителей своих управляющих компаний. Подробную информацию можно найти на сайте люберцы.рф. Александр Колганов, Валерий Абсалямов и Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Территория вокруг Малаховского озера приобретает новые очертания. Благоустройство зоны отдыха выходит на финальную стадию. В парке полностью завершен первый этап реконструкции. Там проложена тропиночная сеть, сделано освещение, установлены малые архитектурные формы и построена дамба. На данный момент рабочие обустраивают входную группу. А уже в этом месяце начнется очистка водоема. Озеро, которое не чистили более 60 лет, избавят от 130 тысяч кубов ила. Здесь ни один шаг не был сделан без консультации с жителями. Не был ни один шаг сделан по вырубке, без одобрения лесников. Сегодня, по сути, идет к завершению вторая очередь. Вот мы ставим задачу до конца сентября. Эти все вопросы решить. Это все, что связано с территорией от русла реки Македонки, куда вот это озеро выходит. И вдоль забора Академии физкультуры до спасательной станции. В планах на следующий год строительство пешеходного моста через Македонку и полное завершение всех работ. Напомню, благоустройство территории Малаховского озера началось осенью 2019 года. В Люберцах стартовала прививочная кампания. Бесплатно защититься от сезонного заболевания можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах для вакцинации. Наша съемочная группа встретилась с жителями округа, которые уже позаботились о своем здоровье. Не только безболезненно, но и оперативно. Для того, чтобы защититься от гриппа, достаточно зайти в этот специализированный автобус. Процедура занимает несколько минут. При себе необходимо иметь паспорт и хорошее самочувствие. Это очень удобно. Иду мимо, смотрю, стоит машина, зашла, не надо в поликлинику идти. Я сейчас приду домой, мужа пришлю сюда, цикла. Один раз переболела, и после этого я уже боюсь. Теперь я уже прививаюсь. Пройти вакцинацию в такой поликлинике на колесах могут граждане России, достигшие 18 лет. Перед уколом каждый посетитель дает письменное согласие, а прививку делают только с разрешения врача. Дети и беременные женщины воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта не могут. Им необходимо обратиться в поликлинику. Впрочем, сделать прививку по старинке в стенах лечебного заведения могут все желающие. Во всех поликлиниках открыты вакцинальные кабинеты, которые работают в часы работы в поликлинике. Это с 8 до 20 и в субботу. Кроме воскресенья, каждый день в поликлинике можно прийти и привить против гриппа. Для того, чтобы избежать эпидемии гриппа и ОРВИ, в городском округе Люберцы необходимо привить не менее 60% населения, а это около 212 тысяч человек. Все врачи в один голос говорят, что если будет наложение микс гриппа и коронавируса, то это будет печальная история. Я искренне желаю всем здоровья, но при этом надо о нем заботиться. Это физкультура, спорт, это свежий воздух, но это и прививка от гриппа в том числе. В первой партии городской округ Люберцы получил более 14 тысяч доз вакцины. Это препарат отечественного производства «Сови Грипп», который уже доказал свою эффективность. Он формирует иммунитет в течение двух-трех недель и поддерживает его целый год. В регионе подвели итоги ежегодного конкурса среди специалистов сферы здравоохранения. Врач Люберецкой областной больницы Павел Коробейников признан лучшим ортопедом-травматологом Подмосковья. Мои коллеги встретились с победителем и поздравили его с заслуженной наградой. Движение, которое вы не должны делать, это приподнимать в опыте тормоза. Если вы не будете это делать, то еще недели я думаю, вы потерпите. Работа ортопеда-травматолога – улучшать качество жизни пациентов и возвращать им свободу движения. Но в практике Павла Коробейникова бывают случаи, когда приходится спасать человека. Однажды во время дежурства в стационаре к нему экстренно доставили мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой. Времени ждать нейрохирурга не было. Пришлось брать судьбу пациента в свои руки. Мы его взяли в операционную, удалили внутричерепную гематому. Такие черепно-мозговые травмы ведут к необратимому отеку головного мозга. И пациенты в 90% случаев, к сожалению, погибают. Этот пациент выжил. Через два года он пришел ко мне. Мы вызвали нейрохирурга и уже совместно с нейрохирургом делали пластику трепанционного отверстия. И вот, наверное, месяц назад у него вторая дочка родилась. Свою карьеру Павел Николаевич начинал в Люберцах. Здесь же трудится и по сей день. За 20 лет работы он ни разу не пожалел, что выбрал именно этот путь. Медицина сначала была детской мечтой, потом стала реальностью, а сейчас – смыслом жизни. Как-то взял я свой отпуск все полтора месяца. Через месяц почему-то мне чего-то в жизни стало не хватать. И я понял, что я без медицины вообще не смогу. То есть я только это и умею. Вдруг выиграю много денег, найду клад, что угодно. Я все равно останусь работать. Бесценные знания и опыт Павлу Коробейникову передал его учитель, бывший заведующий травматологическим отделением Ухтомской больницы Владимир Мартыненко. А теперь он сам наставник для начинающих врачей. В плане лечения больных, если бывают тяжелые случаи, мы всегда опираемся на Павла Николаевича. Наш учитель во всех случаях всегда отдельный совет, тонкий подход к пациенту и подсказывает, как вообще молодым врачам вести прием, лечение. В этом плане я очень благодарен Павлу Николаевичу. Профессионализм Люберецкого врача заметили и на областном уровне. Павла Коробейникова признали лучшим ортопедом-травматологом Подмосковья. Такого звания он удостоился за многолетние наработки и постоянное совершенствование. Под его руководством в округе активно развивается амбулаторная помощь пациентам с травмами, не требующими госпитализации. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жизнь длиною век. Столетний юбилей отметила ветеран труда Вера Воронкова. Поздравление Люберчанка принимала от родных и близких, в числе гостей и глава округа Владимир Ружицкий. Вот, отлично! Фотографии с подрастающими праправнуками и взрослыми правнуками может похвастаться далеко не каждый. Вера Матвеевна Воронкова свой столетний юбилей встречает в кругу своих родных. На вопрос, в чем секрет долголетия, отвечает, не задумываясь. Надо много трудиться, надо хорошее сейчас питание. А у нас сейчас все с химией. А мы раньше не жили так, у нас химии не было. У нас все натуральное. Вера Матвеевна родилась в Астраханской губернии. Детство и юность провела в Новоузенске, Саратовской области. В 1956 году, после множества переездов по стране и миру, вместе с мужем-фронтовиком они обосновались в Люберцах. Я отработала в детском саду номер 16, 34 года. Первый детский сад, который открыли, не было детских садов у завода. Было очень трудно людям. И открыли детский сад, сделали его ночным. У нас ночевали дети, а родители работали ночью. Свой второй век жизни Вера Матвеевна встретила со своей семьей. В ответ на пожелание крепкого здоровья, долгожительница пообещала позвать всех собравшихся на свой следующий день рождения. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Большая музыка – большая победа. Воспитанница второй Люберецкой музыкальной школы получила гран-при международного фестиваля Grand Music. Мой коллега Александр Колганов пообщался с юной пианисткой и узнал о цене успеха. Я не отдыхаю. То есть то это мне расслабиться, то все, учеба полетела, музыка полетела. То есть надо выбирать, либо ты учишься хорошо, либо ты музыкой занимаешься как надо, либо ты отдыхаешь. За исполнение Польки Рахманинова юная пианистка получила гран-при международного конкурса Grand Music. За спиной Виктории более 20 соревнований. Она признается, участие в конкурсах закаляет и дает возможность учиться у лучших. Это большой опыт. То есть ты учишься понимать, что хотел до тебя донести композитор. Развиваешь свою технику, учишься слушать. Ну я бы хотела поступить в музыкальное училище, но пока еще не знаю. Жюри конкурса отметил и преподаватель Виктории. Наталья Михайлова получила благодарственное письмо Фонда поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони». Наталья Алексеевна говорит, успех ее воспитанницы – сочетание многих факторов. Конкурс, да, конкурс – это показатель. Она еще очень много работает дома. Удивительно трудоспособный ребенок. А здесь вот это великолепное сочетание – любви к музыке, старательность, ответственность, ну и стремление, наверное, добиться успеха. Пока 13-летняя пианистка определяется с будущей профессией, занятия музыкой, как и участие в конкурсах для нее продолжатся. Совсем скоро Виктория примет участие в очном этапе конкурса Grand Music. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Осень – время новых театральных сезонов. Свои двери для зрителей открыл и филиал Московского театра «Чердак». Первый спектакль после долгого перерыва посмотрела наша съемочная группа. Сезон 2020-2021 объявляется открытым. Ура! Седьмой театральный сезон. Актеры театра «Чердак» открывают спектаклем «Кот в сапогах». Встречи со зрителем они ждали шесть месяцев. В этом году перерыв был дольше обычного. Театр – это не онлайн все-таки, а оффлайн. И нам нужно непосредственное общение со зрителем, обмен энергиями. Но мы, как все, научались в эти три месяца, когда мы сидели на карантине, работать именно онлайн. Мы устраивали онлайн-конференции, даже онлайн-спектакли, приглашали зрителей. «Чердак» показывает спектакли для любителей театра всех возрастов. В новом сезоне сразу двумя премьерами порадуют юных зрителей. Впрочем, к детям в этих стенах отношение особое. Пробуем. Из зрительного зала на сцену. Пятый год здесь работает творческая мастерская для всех желающих от трех до восемнадцати лет. Выбор дисциплин широкий. Актерское мастерство, сценическая речь, цифровая журналистика, мультипликация, вокал и хореография. Для чего это нужно? Я в первую очередь считаю, что нужно для всестороннего развития ребенка. То есть не обязательно, чтобы ребенок становился артистом. Это нужно для того, чтобы быть интересным, уметь хорошо общаться, чтобы не стесняться, не бояться. Эти занятия помогают раскрепощению, правильно говорить, дисциплине учат. Нужно в школу ввести такой предмет, как актерское мастерство. И обязательно речь. Ты кто? Я? 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 Да. То есть нет. Я это, сын Мельников. Преподаватель мастерской и действующие артисты театра. Актер Виктор Сапелкин служит в чердаке уже пять лет. Со сцены он познакомился еще в детстве на занятиях в театральной студии. Об ожиданиях и реальности актерского ремесла у него свое экспертное мнение. Сейчас идет тенденция такая, что все просто. Ты выходишь на сцену, а что там сложного? Выучил текст, да, и громко с расстановкой его говори. А нет, в жизни у нас не так происходит. Дети, приходя к нам, они понимают, что это не только игра. Это не только весело и задорно, это еще и труд, это еще и дисциплина с другой стороны. Помимо сцены в Томилино, спектакли чердака можно посмотреть на нескольких площадках Москвы. Расписание представлений доступно на официальном сайте театра. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На стадионах городского округа Люберцы проходят спортивные турниры. Одним из первых масштабных событий после снятия ограничительных мер стал открытый летний кубок по футболу среди мужских команд. Финал ежегодных соревнований прошел на стадионе Балятина. Там работала наша съемочная группа. Первый гол в ворота противника забили футболисты клуба «Урожай». На поле стадиона они состязаются с малаховскими спортсменами. Этой встрече предшествовало два этапа матчей. Из восьми команд именно эти завоевали право играть в финале открытого летнего кубка 2020. Каждый год мы проводим и первенство, и кубок. Но в этом году, по известным всем обстоятельствам, не получилось полноценного сезона. Поэтому мы решили сделать кубок, но не по классической формуле. Мы сделали его в два этапа. Первый этап – круговой турнир, чтобы все участники сыграли одинаковое количество матчей. И второй этап – это где уже четверка команды определяла финалистов. Матч проходит на поле высокого качества. Оно признано лучшим в Московской области. По словам футболистов, это имеет большое значение. Состояние газона зачастую влияет на исход игры. «Наше поле соответствует всем европейским стандартам. У нас здесь 10 сортов травы, которые всходят не в один сезон, а на протяжении 3-4 лет. Поэтому следим за ним каждый день, ухаживаем». Главный приз – большой переходящий кубок. В прошлом году его обладателем стал футбольный клуб «Синие стрелы». Команда, которой удастся завоевать этот кубок три раза подряд, станет его постоянным владельцем. «В этом году у нас очень серьезная команда собралась. Раньше эта команда выступала на первенстве области. Большинство ребят все знакомы с урожаем и культурой таминского футбола. И в целом как раз-таки расплоченность нам позволила дойти до финала. Я хоть не максималист, но данного состава, данной команды я оцениваю как лучший в районе по подбору игроков». Исход игры подтвердил слова футболиста. На 92-й минуте команда «Урожай Томилина» забила решающий гол и со счетом 4-3 победила соперника. Нормативы ГТО сдают юные люберчане. Несмотря на дождливую погоду, на стадионе «Торпеда» собрались старшеклассники из 30 школ округа. «Сегодня у нас сдают такие нормативы, как бег на 60 метров, норматив на гибкость, то есть наклоны, разгибание рук в висе, упражнения на пресс, ну и кроме этого метание и, соответственно, челночный бег». ГТО – нормы, по которым определяют уровень физического развития человека. В испытаниях определяют скорость, силу, гибкость, выносливость. Всего в комплекс ГТО входят 11 ступеней для разных васразных категорий. Также успешная сдача нормативов учитывается при поступлении в высшее учебное заведение. До конца сентября прием норматива в городском округе пройдет еще дважды. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей сможете увидеть на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова